друзья я крайне редко позволяю себе что-то рекомендовать советовать вам но я не мог удержаться это youtube канал моего знакомого при том человека и он вдумайтесь делает обзоры гаджетов стихах не так чудесное мгновение там а он говорит и говорит складно интересно мне искренне понравилось если кого-то это цепанет буду только рад посмотрите канал по ссылке под этим видео обзоры гаджетов обзоры смартфонов с лирикой то есть техника и лирика насколько это совместимо посмотрите оцените если понравится то подписывайтесь я такого не видел и я всячески искренне желаю автора канала больших успехов ссылка на него прямо под видео всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube-канале арстайл mi mix 3 как человек который хорошо знает mi mix 2s которым я до сих пор пользуюсь и обязательно будет сравнение на канале одно из следующих видео сравнение mi mix 3 и mi mix 2s обязательно будет чуть позже в этом выпуске я расскажу чем хорош чем плох третья версия такого премиального дорогого дизайнерского смартфона теперь со слайдером привет двухтысячные помните слайдеры были очень популярны здесь тоже самое сразу скажу что этот звук можно отключить либо сменить его на другой и при открытии слайдера смартфон позволяет выбрать есть специальный пункт меню либо мы сразу запускаем сэлфи камеру ведь ради этого все сделано сэлфи камера именно здесь именно здесь под слайдером либо мы открываем такую шторку в которой есть погода диктофон калькулятор камера опять же штрих-коды всякие нужные приложения либо мы можем настроить что при открытии слайдера ничего не происходит вообще mi mix 3 это не совсем продолжение серии mi mix предыдущий в данном случае с 2s если сравнить появилось много новых функций и вообще дисплей теперь стал super amoled дисплей стал чуть больше батарейка чуть меньше но забегая вперед я скажу что я не заметил какого-то большого расхода батареи как ни странно для 3200 миллиампер час при огромном экране отчасти заслуга super amoled дисплея а заслуга в чем еще не знаю но держит батарейку очень хорошо и появилась например возможность применить так как здесь super amoled экран теперь экстремальный так называемые режимы энергосбережения когда становится черный фон появилась возможность снизить разрешение с full hd здесь full hd плюс разрешение на hd и экономить еще больше батарею и ребята очень сильно улучшили камеру но насколько лучше каждый давайте они наверное поговорим а потом внешний вид но перед этим перед тем как расскажу о камере обо всем остальном сразу наверняка первый вопрос у всех будет люфтит ли телефон смотрите конечно немножечко он люфтит особенно сильно сначала плохом а потом о хорошем особенно сильно напрягает когда держишь телефон без бампера а бампер кстати стал покажусь по качеству хуже он стал тоньше и немножко другой материал у него чем нами mix 2s там бампер лучше чем здесь но если без бампера люфтит но вот по вертикали это совсем не мешает раздражает когда ты держишь телефон в руке и что-то нажимаешь и даже наверно слышно будет вот этот пальцами зажал кто-то будет говорить фу китай отстой и так далее ну я думаю по-другому просто не сделать другой стороны при играх если мы держим телефон так там и просто бампер в любом случае вот так вот прикрываем если мы играем в игру какую-нибудь если мы смотрим фильмы то он не мешает но с этим жить поэтому те кто собирается покупать подумайте насколько для вас это критично бампер частично уменьшает вот это вот как ее назвать то не вибрацию да не частично кстати полностью я половину времени его с бампером половину без бампера носил бампер оденете и в принципе об этих проблемах забудете но без бампера конечно вот именно когда верхнюю часть экрана вы нажимаете вот неприятный такой щелчок раздается это есть от вас я это не утаиваю о камерах вроде по бумаге вот основные камеры по характеристикам 12 плюс 12 как и нами mix 2 с я не беру сейчас их сравнивать я просто скажу что фотографирует телефон стал лучше особенно в ночном режиме качество фотографии и на предыдущих сериях было хорошим ну не отличным но реально хорошим меня она устраивала но здесь стало лучше здесь уже вплотную телефон приблизился или идет на равных с другими а брендами любой операционной системы можно смело сравнить оригиналы фотографии вы видите на экране как он фотографирует в том числе и ночью рекомендую использовать ночной режим намного больше попадает в кадр но вы должны быть неподвижны телефон нужно держать неподвижно все это понимают и конечно же пример видеозаписи здесь появилась на по-моему это впервые на сиоми фу записывать не только full hd в 60 fps ну и 4k нами mix 2 с такой возможности не было там 30 fps качество картинки я не могу сказать что она сильно улучшилась потому что и нами mix 2 с картинка была отличная что касается основной камеры на предыдущем поколении было 5 мегапикселей вот здесь вот внизу был 10 это не очень удобно селфи делать или что-то писать здесь теперь фронтальная камера 24 мегапикселя и ребята я такого не видел хотя возможно я просто плохо искал вот не берусь утверждать я же не все сто процентов телефонов которые на рынке протестировал но стремлюсь к этому есть эффект боке при видеозаписи на фронтальную камеру ребята я такого не видел размытие фона и это прикольно я примеры видеозаписи также записал кому интересно посмотрите эффект боке не на фото а на видео и видео с фронталочки пишет вот то что нужно блогеру кто меня смотрит из коллег ребят вот me mix 3 теперь это офигенный аппарат для записи влогов качество очень хорошее плюс можно поиграться с эффектом боке и с другими эффектами по камерам единственное что еще добавлю есть как в предыдущем поколении двойной зум без приближения классные конечно же оптической стабилизации все камеры полный зачет внешний вид телефон точно такой же стеклянный как и предыдущее поколение не сильно изменился если не считать слайдер стал конечно экран еще более вытянуты но очень хорошие изменения в плане скользкости me mix 2s скользкий я всегда это отмечал me mix 3 каким-то образом он остался таким же марки неприятно марки чуть взял в руки все надо тряпочку с собой протирать но он теперь не скользкий на на покрытие какое-то еще покрытие я не знаю информации официально я не нашел но факт без чехла пользоваться и не теперь можно но лучше все-таки с чехлом сам телефон все стандартно осталось единственное стандартном данном случае кнопки громкости кнопка включения под большой палец правой руки а здесь появилась кнопочка которая отвечает за голосовать голосовой ассистент google запись запуска это удобно может быть если вы им пользуетесь я пользуюсь но из-за слайдера убрали второй динамик стереоэффекта теперь здесь нет но динамик очень хороший слышны хорошо частоты но насколько может слышны они быть в таком телефоне вообще в любом телефоне но динамик очень хороший по качеству громкий не бубнит не искажает но он один к сожалению камеры чуть выступающие также сканер отпечатка пальцев разблокировка лицом через фронтальную камеру и наверное это все разъем type-c и также к сожалению нет разъема для наушников хотели бы поставили но предлагается использовать переходник ну звучит нормально но мне больше нравится через обычные три с половиной миллиметра если у вас реально хорошие наушники звук будет лучше но для многих это сейчас не проблема по экрану они сумели сохранить как бы в предыдущем поколении 403 пикселя на дюйм плотность p5 так называемый экран стал больше что 6 и 4 дюйма против 5 99 и микс 2 экран стал там айпес здесь теперь супер амолед матрица конечно же есть калибровка цветовой температуры под себя все можно настроить напомню можно даже снизить разрешение экрана качество экрана отменное но другого мы не ждем это настоящий флагманский бескомпромиссно флагманский телефон с 845 драконом выпускается телефон уже минимум 128 гигабайт и 6 гигабайт оперативы и выпускается 256 и 10 гигабайт оперативной памяти что я считаю много карт памяти к сожалению не предусмотрено есть только две сим-карты формата nano sim ну и батарейка ребята батарейка здесь 3200 миллиампер час это на 200 миллиампер меньше чем предыдущее поколение мимикса мой тест на воспроизведение видео на максимальной яркости показал вполне ожидаемый высокий результат 11 с половиной часов он крутит видео на огромном экране на максимальной яркостью с заполнением всего экрана это много для амолед экрана это хорошо все в реальном использовании я ожидал почему то что ну чего угодно но телефон со мной я суда ватсап поставил вторую сим-карту несколько дней походил точно хватает мало того мне кажется то ли селами специально то ли не намеренно испортили с последним обновлением и 10 телефон предыдущий мимикс 2 с его хватает до вечера но с трудом раньше было лучше а он у меня всего два месяца два ему не год этот телефон батарейки на 200 миллиампер час меньше чем мимикс 2 с и мне кажется он живет лучше и держит батарею дольше чем предыдущее поколение как такое может быть не знаю хотя напомню молить дисплей все-таки тоже решает по процессору все очень просто здесь qualcomm snapdragon 845 это на данный момент топовый процессор у андроидов набирает порядка 290 под 300 тысяч очков теста в антуту если вам эта информация интересна конечно же без проблем тянет все тяжелые игры которую сейчас найдете типа папа мобайл вортов танк и другие на максимально возможных настройках добавить больше нечего флагман он и есть флагман работает все быстро и должно работать быстро модуль nfc должно работать быстро через год через два через три даже имею ввиду модуль nfc конечно же есть есть поддержка gps глонас бейду есть беспроводная зарядка как и в предыдущем поколении единственно сэкономили положили модуль беспроводной зарядки в комплекте браво хочется похлопать они молодцы но заряжает ребят чудовищно медленно у меня есть другая зарядку которую я сам покупал себя на алиэкспресс там рублей за 600 что ли она заряжает быстрее а тут за час такое чувство что процентов как будто 10-15 всего от силы то есть ее использовать если вы телефон на ночь оставляйте на зарядку это удобно в любом случае спасибо мы могли бы положить более быстро и так подводим тогда итоги по mi mix 3 самый главный вопрос взял бы я его себе собственно я его и купил за свои деньги я снимал предыдущий выпуск откуда у меня какими проблемами я его получил но получил вот так кому интересно ссылку я оставлю под видео однозначно телефон классный если вас не напрягает отсутствие разъема для наушников если вас не напрягает один стереодинамик а я думаю многих это не напрягает то если вам нужно действительно хорошая основная на уровень всех других флагманов камера если вам нужно выше среднего фронтальная одна из лучших наверное фронтальная с отличным качеством видеозаписи что основной что с фронтальной если для вас это важно экран 64 дюйма full hd plus snapdragon опять же флагманские все хорошо батарейка про которой сказал неплохая то пожалуйста ваш выбор и подчеркну если вы не любите чехол вот этот бампер точнее правильно он стал действительно более дешевый но все равно использовать я его рекомендую потому что очень напрягает вот это вот цик 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 вот еще раз повторю вот это вот вертикальный люфт он не чувствуется никак себя не выдает но когда держишь телефон вот здесь иконка наверху ток тапаешь по ней и звук вот этот раздается неприятно поэтому бампер нужно носить оставлю ли его себе еще не решил честно говоря у меня от амолит экранов просто как я сделал коррекцию зрения мнение моё поменялось мне раньше многие люди писали что амолитами глаза утомляются у меня вообще не утомлялись никогда но сейчас еще с вам плюс 6 которым я летом пользовался и я его продал мы не за этой причины в темноте основной я не знаю честно говоря я с вами откроен я не знаю продам я его или нет не надо мне писать что я куплю его я если решу продать я продам быстро и с этим проблем никаких нет я в москве живу вот чтоб четко понимали люди я еще не решил я сейчас его сравню чуть позже выйдет обзор с мимикс 2s хотя в этом видео я так много рассказал что вы наверное уже представление составили о том покупать или нет если ничего против амолит экрана не имеете ребят берите офигенный аппарат за вменяемые деньги для флагмана все очень хорошо кроме того что я рассказал повторяться не буду на этом у меня все если вам нравится то что я делаю поддержите мой канал лайком поделитесь этим видео с друзьями ну и конечно подписывайтесь на канал если вы тут впервые впереди много интересного будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны данных выпусков с уважением ко всем давид счастливо